Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре Интерфакса. У нас сегодня пресс-конференция председателя партии «Справедливая Россия», руководителя одноименной фракции в Госдуме Сергея Михайловича Миронова. Тема пресс-конференции обозначена как о требованиях «Справедливой России» к правительству Дмитрия Медведева. Работаем в обычном режиме. Вначале вступительное слово, а затем спикер будет готов ответить на ваши вопросы. Прошу. Уважаемые коллеги, всем доброе утро. Вчера практически на всей территории Российской Федерации партия «Справедливая Россия» начала акцию, акцию длительную, под общим лозунгом «Делай или уходи». Это обращение к правительству Российской Федерации, в частности к председателю правительства Российской Федерации, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Анатольевичу Медведеву. За вчерашний день под нашим требованием, а о требованиях я скажу ниже, уже подписалось около 70 тысяч человек. Это говорит о том, что наша идея и наши требования к правительству находят однозначную поддержку у граждан Российской Федерации. Какие конкретные требования? Что мы подразумеваем под словом «делать»? Мы считаем, что правительство не должно залезать в карман гражданам, а должно эффективно и реально решать существующие проблемы в рамках антикризисной работы. Первое требование – это отменить поборный капитальный ремонт. Я на эту тему уже много говорил и здесь повторять не буду. Второе требование – выполнить обещание и отменить транспортный налог. Потому что в свое время правительство сказало, что те, кто пользуются автотранспортом, обязательно заправляются ГСМ на заправку, значит, имеет смысл увеличить акцизы на бензин и дистопливо, и тогда можно будет отменить транспортный налог. Как мы с вами знаем, акцизы были повышены, бензин и дистопливо подорожали, но про транспортный налог правительство скромно забыло. Итак, это было второе требование. А третье требование – с 1 января этого года налог на имущество физических лиц платится, исходя из кадастровой стоимости и земли, и строений объектов недвижимости. Мы считаем, что это несправедливо по отношению к гражданам, и мы требуем вернуть ставку налога на имущество физических лиц на прежний уровень. Вот это три конкретных требования, которые в случае исполнения, безусловно, позитивно скажутся на бюджетах всех граждан нашей страны, всех семей в нашей стране, и мы считаем, что вот эти действия должны быть обязательными. Что же мы сегодня видим от правительства? Полное бездействие. Год идет кризис. Год правительство говорит, что вот оно сейчас и берется, вот сейчас мы подумаем, и вот мы приступим к выполнению некого антикризисного плана. В условиях сегодняшней ситуации бездействие – это просто фарзитизм. Мы считаем, что правительство либо должно делать конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации, если правительство не умеет, не знает или не хочет, правительство должно уйти в отставку. Отсюда этот наш лозунг, который, кстати, придумали не мы. Вот этот очень простой лозунг «делай или уходи» – это придумали наши граждане, это они в письмах в нашу партию прямо так и говорят. Правительство пускай делает, а если не умеет, пускай уходит. Пускай приходят туда те люди, которые знают, что делать, и самое главное, имеют политическую волю к тому, чтобы делать. Так вот, говоря о бездействии правительства и о затягивании любых конкретных шагов, есть очень хорошая иллюстрация. Дело в том, что так уж срежиссировала жизнь, что вчера мы начали акцию во всей стране «делай или уходи», и вчера же правительство собралось для обсуждения антикризисного плана. Вы знаете, я ничего придумывать не буду, а вот, как говорится, жизнь – лучший сценарист. Вот российская газета, вот информация о вчерашнем заседании правительства по принятию антикризисного плана. Я процитирую три места. Первое. Однозначно определена структура документа. Послушайте, год работает над бумагой. Как бумага будет выглядеть? Вы делаете, в конце концов, а не структуру документа определяете. Читаем дальше. Мы должны финансировать, но как это делать, это вопрос, требующий отдельного обсуждения. Замечательно. Сколько можно обсуждать? Год обсуждают. Ну и, наконец, все эти предложения нужно обсудить и принять меры сообразно нашим текущим возможностям. Сколько можно обсуждать? В этой связи я считаю, что тот лозунг, который родился в нашем народе, абсолютно правилен и абсолютно энергичен и к месту. Делай или уходи. Самая главная беда и правительства, и той партии большинства, которую возглавляет председатель правительства, заключается в том, что очень, как говорил классик, страшно далеки они от народа. Абсолютно оторваны от реальной жизни. Не понимают, чем сегодня живут люди. Когда бешеными темпами растет безработица, когда многие семьи сейчас в таком состоянии, что ни один человек в этой семье не работает, и люди не знают, как свести концы с концами, у нас правительство думает на структуры документов. И сегодня, когда мы видим, что, например, делает Московское региональное отделение «Единая Россия», ну это просто, знаете, как вот, можно было бы смеяться, если бы не было так грустно. Дело в том, что в Москве «Единая Россия» собирает подписи для обращения к правительству, на всякий случай мы вспомним, что правительство возглавляет председателя «Единая Россия», с требованием добиться еще один льгот по капремонту. Вместо того, чтобы вообще аннулировать эти поборы, вот они обращаются, собирают у граждан подписи. То есть, иными словами, они обращаются сами к себе. Они что, людей за идиотов считают? Что люди вообще не понимают, что это самый настоящий фарс? Что это имитация деятельности? Потому что можно делать, а можно делать вид. Вот правительство у нас сегодня совершенно однозначно делает вид, что оно правительство, что оно работает. Поэтому, если тот миллион подписей, которые мы собрали в прошлом году в поддержку нашего предложения о отмене поборов на капитальный ремонт, так вот этот миллион подписей не возымел действия ни на господина Медведева, ни на вес финансово-экономический блок его правительства. Мы получили некую такую отписку от министра имения, которая по существу является уходом от прямого ответа, что же вы конкретно будете делать и как вы будете реагировать на требования миллиона граждан нашей страны. Мало миллиона мы сейчас соберем, 10 миллионов. И такую акцию, как я уже сказал, вчера мы начали. И самое интересное, вот эти первые три требования, конкретных действий, которые мы ждем от правительства, уже в ходе вчерашних пресс-конференций в 75 регионах России стали пополняться другими требованиями, конкретными предложениями. У нас и люди грамотные, у нас и люди профессиональные, и люди, в отличие от правительства, зачастую лучше знают, что необходимо делать и в какой последовательности. И в этой связи вот эта наша акция по сбору 10 миллионов подписей фактически будет акцией в составлении дорожной карты для правительства, программы действий для правительства. И еще раз завершая свое выступление, я хочу сказать, если миллиона подписей оказалось мало, 10 миллионов граждан России и Федерации скажут правительству, делай или уходи. Уважаемые коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, просьба представляться. Прошу, девушка, да. Дальше в агентстве «ТАСС». Сергей Михайлович, ваша акция, дело или уходи по сбору подписей, вы будете как-то ограничены временными рамками? В течение того времени вы будете собирать эти подписи? И если не соберете 10 миллионов, то какие дальнейшие есть? Дело в том, что временные рамки очень простые. Как только 10 миллионов подписей мы соберем, мы передадим эти 10 миллионов подписей правительству Российской Федерации и посмотрим, как будет реагировать господин Медведев на требования 10 миллионов граждан Российской Федерации. Если это будет игнорирование, мы найдем возможность сделать так, чтобы гражданское общество и наши граждане в конечном итоге были услышаны правительству. Потому что если реакции не будет, мы четко будем понимать, что значит выход один. Делать не хотят, значит должны уйти. И мы будем проводить акции за смену правительства. Как мы это будем делать, время покажет. И то, что 10 миллионов подписей мы соберем, я нисколько не сомневаюсь. Даже, честно говоря, мы не ждали, послушайте, за один день 70 тысяч подписей по всей стране. Только один день. Это очень хороший результат. Коллеги, еще вопросы? Еще вопросы. Да, прошу. Славянские новости. Славянский, Анатолий Покорецкий. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы повторить подвиг Украины? Там уже уходи. Там уже явно сказали, что не уходи. И если готовы, то вы не собираетесь ли использовать метод референдума? Все-таки законы референдума есть в Российской Федерации. Это вопрос, какого механизма власти. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня несколько в другом плане. Ваши вопросы не имеют стратегического направления. Они носят тактический характер. То есть они предметны, они, так сказать, понятны. Но ведь вопрос ведь в том, что вы три пункта, которых вы обозначили в вчерашнем заседании правительства, они показывают, что у правительства нет стратегии. Вот. В данном случае группа ученых украинско-российских предложена на премию Евгения Нобеля по экономике взаимодействия преимуществ. Готовы ли вы в рамках сфере фракции рассмотреть вот это предложение вместо конкуренции и особенностей, которые сегодня присутствуют в стране? И вот, наверное, это мы получим. Но подвиг Украины повторять не хочется. Значит, к сожалению, просто не позавидуешь нашим братьям-славянам. В этой связи то, что мы собираем 10 миллионов подписей, по сути, это есть элемент референдума. Да, потому что это 10 миллионов. Значит, если потребуется, мы готовы инициировать и реальный референдум. Да, поэтому с точки зрения, если есть какие-то дельные предложения от группы ученых, как вы сказали, мы партия открытая, нам интересны любые дельные предложения, конечно, мы готовы инициативе изучить и, соответственно, изучив уже, значит, ту или иную реакцию на эти документы, на эти предложения сделаем. Коллеги. Сергей Михайлович, если позволите, мне кажется, вопрос стоит на поверхности, но, может быть, еще преждевременно его ставить. Тем не менее, вы открытым текстом подталкиваете правительство на некие определенные шаги, либо уходите в отставку. Это нормальная практика в демократических странах. Кого вы предлагаете взамен? Есть ли у вас некие кандидатуры на пост главы правительства, на ключевые посты правительства? Может, это будет коалиционное правительство? Да, мы считаем, что сегодня недостатков в профессионалах нет. Мы считаем, что опыт, например, в свое время правительства Примакова самый позитивный опыт. И если действительно правительство Медведева не собирается ничего делать, то вместо него должно прийти правительство народного доверия и народного согласия. Мы не претендуем на неналичную роль, хотя у нас есть достаточно профессионалов. На любые посты в правительстве Российской Федерации мы считаем, что будущее правительства должно быть действительно правительством самой широкой народной поддержки, а значит, там должны работать представители, ну, как минимум, всех парламентских партий. Все-таки по персоналям или вы считаете прежде? По персоналиям пока я считаю ненужным засвечивать, но я еще раз с большим удовольствием хочу сказать, что и в нашей партии есть люди, профессионально готовые к работе в правительстве Российской Федерации. Вы сказали, что правительство народного доверия – это что-то типа левоцентрическое, левое? Ну, дело в том, что если мы говорим о правительстве народного доверия, у нас есть четыре парламентские партии, которые представляют подавляющее большинство избирателей Российской Федерации. Я думаю, что представители серверно-парламентских партий, если бы вошли в правительство, то это было бы правильное, как раз и соответствовало правительству народного доверия, потому что сегодня правительство представлено только одной партией – это партия «Единая Россия». Судя по тому, что мы видим в нашей экономике, социальным самочувствием, это правительство, эта партия не справляется. Значит, если вы не справляетесь, не можете, уходите, на смену вам придут другие, более профессионально подготовленные. Коллеги. Да, пожалуйста. Еще один такой вопрос. 10 июня будет проходить эфиреном в Швейцарии по гарантированным доходам, приблизительно 2000 евро. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы это унизительным словосочетание «прожиточный минимум» и не считаете ли вы возможным, с точки зрения предыдущей предвыборной кампании и так далее, которая возлюбит большого количества народа, не считаете ли вы возможным переход к понятию «прожиточную оптику», который давал бы возможность всем людям чувствовать справедливые к себе отношения и таким вот образом закрепить сознание людей, убрать вот этот вот, так сказать, унизительный факт. Спасибо. Еще более унизительная аббревиатура есть в нашей жизни – это МРОД, минимальный размер оплаты труда, про который давно и давно наш сраумный народ сказал «Нам всем МРОД да МРОД, а народ всем МРЁТ да МРЁТ». Вот эти понятия, безусловно, конечно, должны быть изжиты. В программе нашей партии есть прямое требование перехода на почасовую оплату труда, которое сразу бы изменило кардинальную ситуацию с зарплатой в стране. Я на всякий случай напомню, что из двадцатки стран экономически развитых только наша страна не имеет почасовую оплату труда. Все страны давно уже на это перешли. Поэтому, конечно, эти устаревшие дефиниции, которые были выгнуты еще Егором Гайдаром, конечно, они требуют полной отмены и прожиточный минимум, и минимальный размер оплаты труда. И в качестве нормы мы давным-давно предлагаем социальный стандарт. Вот вы говорите про различный оптимум. Социальный стандарт, допустим, семьи из пяти человек, где муж, жена и трое детей. Вот на что нужно ориентироваться и, соответственно, закладывать в качестве просчета, сколько же нужно денег на образование, на питание, на здравоохранение, на жилищно-коммунальные услуги, вот для такой семьи. Это то, что наиболее бы соответствовало реалиям сегодняшнего дня. Коллеги. Есть еще вопросы? Елена Анатольевна, согласитесь, что можно изменить правительство со стороны частично или полностью, но остаться у разбитого города. В этом смысле считаете ли вы, что России нужна новая мать развития? Никакой придерживайтесь лично-рой и ваша партия, то ли это старая шведская, то ли нынешняя китайская и так далее. И что ваши люди, ваши социалисты могут предложить замену лично? Непонятные модели. Ну, если говорить действительно о развитии нашей страны, я и мои товарищи по партии, мы не хотим строить капитализм, самый дичайший, который сегодня главенствует здесь в нашей стране. Мы хотим другого будущего. Мы верим в идеалы нового социализма. Мы считаем, что наше общество и наше государство должны быть справедливым, прежде всего, по отношению большинству гражданам нашей страны. Как это сделать, подробно изложено в программе нашей партии, я не буду повторять, потому что пересмотру должны быть подвергнуты все позиции, начиная от экономического уклада, который сегодня фактически работает только на узкую группу олигархов и чиновников высокого уровня. Они работают на весь народ. Необходимо пересмотреть все основы социального перераспределения, потому что ключевое, что необходимо давным-давно сделать, это введение прогрессивной шкалы по доходу налога, что сразу позволит сбалансировать то социальное расслоение, которое есть в нашей стране, а вот эти индексы, которые сегодня десильный коэффициент примерно около 16-17, при том, что как только переходит десильный коэффициент за 10, считается это уже угрозой социального взрыва в стране. У нас давным-давно 16-17 и растет вот эта пропасть между 10% самых богатых и самых бедных. Поэтому вот это все требует кардинального пересмотра. И почему мы говорим, что если правительство не собирается это делать, оно должно уйти в отставку и должны прийти те люди, которые будут руководствоваться вот такой программой действий, конкретной. Эта программа действий у нас давным-давно прописана. Коллеги, спасибо. До новых встреч. Спасибо.